Добрый день, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на вебинаре компании Axelot. Тема сегодняшнего вебинара 1SVMS на складах 3PL операторов. Напоминаем, что в конце вебинара вы можете задать интересующие вас вопросы, написав их в специальном окне панели управления. Также материалы данного вебинара вы можете найти на нашей страничке в YouTube или на сайтах axelot.ru или axelotlogistics.ru Меня зовут Наталья Чечетенко, я представляю департамент по работе с клиентами компании Axelot. Рядом со мной мой коллега, ведущий аналитик Сергей Кадрашок. Темой сегодняшнего вебинара, как мы уже говорили, является система 1SVMS на складах 3PL операторов. И вебинар мы хотели бы построить следующим образом. Я расскажу о компании Axelot, о ее опыте и клиентах. А далее Сергей расскажет о функционале системы 1SVMS, применительной к специфике управления процессами на складах ответственного хранения. А после этого мы поговорим о наиболее масштабных проектах автоматизации складов пищевой и непищевой продукции крупнейших 3PL операторов, выполненных нашей компанией, таких как Secontinental, Alligator и Arp Logistics. Итак, начнем. Компания Axelot работает на рынке информационных технологий 16 лет. В штате компании более 250 сотрудников. Основным направлением деятельности является разработка и внедрение комплексных систем на платформе 1S. Два направления работы компании. Это Axelot Logistics, разработка и внедрение решений для автоматизации складской и транспортной логистики. И Axelot Corporative, разработка и внедрение решений для корпоративного рынка, сопровождение и оптимизация высоконагруженных систем. В рамках проектов автоматизации складов мы сотрудничаем с компанией Motorola и Zebra. Ну, скоро это будет одна компания, но чуть позже. Терминалы сбора данных, Wi-Fi оборудования, принтеры печати, этикеток, расходные материалы. Все это мы поставляем в рамках проектов автоматизации складов. А в рамках проектов внедрения корпоративных информационных систем мы сотрудничаем с компаниями IBM, Oracle, Microsoft и Ebi. Все разработанные нами решения имеют статус 1S совместный и входят в линейку отраслевых решений фирмы 1S. А система 1S WMS является абсолютным лидером рынка систем управления складом. Нами автоматизировано более 200 складов. Это подтверждают многочисленные сертификаты, премии, призы. Ранее мы уже выпустили книгу Эдварда Фразельна «Мировые стандарты складской логистики». А недавно мы пополнили нашу библиотеку новой книгой «Складка. Конкурентное преимущество». Возможности работы нашей компании, компетенцию и опыт готовы подтвердить компании, перечисленные на данном слайде. Со многими из них мы работаем уже не первый год, и с новыми задачами они вновь и вновь обращаются к нам. О примерах выполненных нами проектов мы поговорим чуть позже. А пока я передаю слово Сергею, и мы детально остановимся на функционале 1СВМС. Коллеги, добрый день. Переходя к функционалу, хотелось бы отметить некоторые отличия нашей системы от систем корпоративных и других решений WMS. Собственно, концепция нашего решения отличается от вышеперечисленных решений тем, что мы ушли от пакетной обработки операций и перешли к так называемым единичным задачам, таким атомарным, то есть взять-положить. Собственно, вот эти задачи могут как группироваться, так и разделяться между разными сотрудниками, которые выполняют операции на складе. Так, например, могут объединяться задачи по размещению контейнера или палета и объединяться одновременно с задачами по отбору соседнего, допустим, контейнера. Вот все эти задачи объединяются в некие рабочие потоки, и уже непосредственно вот эти потоки распределяются между кладовщиками. Причем группировать задачи внутри потока и выдавать их непосредственно на исполнение кладовщику можно в произвольном порядке, то есть как мы с вами это запланируем. Мобильный клиент разработан на не 1С, это разработка на C-шарпе, а устанавливается на терминалы, на которых уже предустановлена операционная система Windows CE либо Windows Mobile, и подключение идет через веб-сервис. Как известно, веб-сервис это один из самых быстрых и надежных способов доставки информации, в том числе в 1С. Безусловно, система строится на некой топологии склада, то есть реальную топологию мы заносим в систему. Соответственно, вводим зоны, зоны хранения, зоны отбора, зоны приемки, зоны отгрузки и так далее. На складе настраиваются всякие разнообразные буферные, либо транзитные зоны. Причем для каждой ячейки мы можем задавать координаты мест хранения. Исходя из этих координат, могут выдаваться задания на выполнение той или иной задачи из ближайшей ячейки. На складе мы имеем дело с номенклатурой, причем номенклатура может учитываться как в разрезе единиц хранения, когда там штука, коробка, палет и так далее. Причем вот это дерево единиц хранения, оно не ограничено. То есть может быть штука, может быть коробка по 10, по 20, по 30 штук и так далее. Для каждой номенклатурной позиции мы введем контроль качества товара. То есть кондиция, брак, карантин. Собственно, список качеств тоже ограничивается вашей фантазией и возможности корпоративной системы вашей или вашего поклаждателя к пониманию, что это за качество. Плюс ко всему, система контролирует нормативы укладки на палет. Причем этот контроль осуществляется как на операции приемка, то есть когда вы принимаете, допустим, из машины товар навалом и формируете палеты для размещения на склад. Также это контролируется при отгрузке, когда вы клиентам уже отгружаете собираемые со склада товары в какие-то грузовые места, палеты и так далее. Товар на складе учитывается в том числе и по классам оборачиваемости, стандартная АБЦ классификация, но она немножко отличается от АБЦ классификации в корпоративной системе, так как на складе мы имеем дело непосредственно с отборами, с штуками товара, и исходя из этого подсчитывается собственный складской класс АБЦ для каждой единицы номенклатуры. Исходя из этого, система предлагает размещать товары при размещении в ячейки, которые соответствуют по классам оборачиваемости товара. Собственно, раз уж мы заговорили про входящий поток товара, то необходимо отметить, что система очень гибка, и для каждого поклаждателя вы можете создать тот список операций, тот алгоритм приемки и размещения, который вам необходим. То есть, возможно, от кого-то вы принимаете товар по грузовым местам, по палетам и сразу же их размещаете. От кого-то вы принимаете товар навалом, тогда вам необходимо принимать каждую штучку товара, да, и формировать какие-то палеты, ополечивать их и размещать в зону хранения. Кто-то вам присылает палеты уже собранные, но вам необходимо их перепроверять каждый раз. Собственно, для каждого контрагента задается тот процесс, который ему необходим. Собственно, приемка формируется на основании документов поклаждателя. Эти документы могут передаваться в электронном виде, что сильно упрощает работу операторов, да, либо, соответственно, на бумаге. По факту завершения приемки в корпоративную систему вашу и, возможно, в корпоративную систему поклаждателя производится выгрузка факта поступления. Причем поступление может выгружаться как просто в штуках, так и в палетах и так далее, и так далее, и так далее. То есть, во всех тех видах аналитиков, в которых мы учитываем товар. Как уже сказал, размещение планируется согласно классам АБЦ. Склад может делиться, а может не делиться на зоны по поклаждателям. То есть, вы можете, допустим, выделить первый проезд для поклаждателя 1, второй для поклаждателя 2 и так далее. А можете сделать динамическое адресное хранение, динамические зоны задать для клиентов, да, и тогда склад у вас будет наполняться согласно приходам от ваших поклаждателей. То есть, если, допустим, клиент в этом месяце вам не заполнил зону товаром, то ничего страшного, эту зону заполняет второй клиент. По исходящему потоку товара ситуация аналогичная, да, то есть, кто-то требует от своих операторов исключительно только палетную обработку, кому-то необходимы отборы, кому-то необходимы сложные отборы. Для складов, хранящих продукты питания, очень важен учет по срокам годности, то есть, для них принципы FIFO – это не пустой звук, да, они, если, соответственно, не выполняют это FIFO, то теряют деньги от порчи товара. Соответственно, задания на отборы могут объединяться в некие группы отбора, в рейсы, допустим, у вас по нескольким заявкам производится отбор в одну машину и также волны отбора. Допустим, вам необходимо произвести отборы до какого-то времени, тогда это все объединяется в волну и запускается в работу. По факту завершения отбора производится упаковка и контроль отобранного товара. Но, опять-таки, все зависит от клиента, может производиться, может не производиться. Дальше может быть включена сортировка или выключена. И после того, как вы сформировали грузовые места для отгрузки, уже по штрих-коду этих грузовых мест производится контроль отгрузки правильных грузов и правильных товаров в нужные машины. Собственно, как уже сказал, все эти процессы могут быть разными для каждого контрагента, а могут быть одинаковыми для всех. Все зависит от того, какая потребность у вашего поклаждателя. Как уже говорил, возможны различные варианты отбора. Но мы рассмотрели групповой, волновой и отбор по рейсам. Есть еще замечательный такой отбор, это кластерный. Это когда у вас отбор мелкоштучной продукции идет в заранее подготовленную тару под заказ. Причем, есть возможность, что один человек собирает сразу по энному количеству, там 3, 4, 5, 8 заказов товары, тем самым уменьшая пробег, тем самым, соответственно, повышая свою производительность труда. Причем, что важно отметить, система автоматически подбирает необходимую тару в соответствии с габаритами товара. То есть, система не предложит взять маленькую коробочку под большие какие-то товары. Что еще удобно? Так как мы знаем нормативы выполнения всех операций, мы можем рассчитать, спланировать время, когда у нас отбор будет завершен, и это время можем сказать нашему, передать, сказать нашему поклаждателю, допустим, чтобы он прислал машину. Очень удобно и снижает издержки поклаждателя на транспортные расходы, повышая в том числе вашу привлекательность как оператора. С точки зрения контроля, контроль может выполняться как с терминалом сбора данных, так и с стационарных рабочих мест. Данные стационарные рабочие места очень удобны, когда вы оперируете мелкоштучной продукцией, то есть, когда у вас стоит стол, и как в магазине вы можете, имеете возможность проверить весь товар на соответствие. То есть, выбираете заказ, сканируете ту коробочку, на которой к вам заказ пришел, и просто перебирая товар, последовательно его весь сканируете. Причем, эти операции возможны на этапе приемки, на этапе отгрузки и на этапе упаковки. То есть, сформировано три рабочих места контролеров. Кроме приемки и отгрузки, безусловно, на складе есть внутренний процесс. Такие процессы, как перемещение товаров по складу, подпитки, инвентаризация, контроль изменения качества товара, они все в системе реализованы. Причем, допустим, инвентаризация может проводиться как по конкретному товару, по конкретному поклаждателю, так и по всему складу в целом. Сотрудники на складе делятся по ролям. Каждой роли доступны определенные права доступа, что, безусловно, повышает производительность. То есть, люди, которые занимаются приемкой и делают это хорошо, им достаются задачи исключительно приемки. Соответственно, остальные люди, люди, которые хорошо отбирают, хорошо перемещают, им доступны только задачи на эти внутренние перемещения, либо отборы. По аналитике. Собственно, если кто-то имел дело с платформой 1С 8.2 и выше, то эти люди знают построить отчетность. На самом деле, очень просто. Причем любую. Собственно, в системе используется система компоновки данных для построения отчетов, что позволяет вам строить отчеты в любой форме, по любому параметру, который имеется в системе. Это может быть отчет об остатках товара, это может быть отчет по движению товара, по выполнению заказов, по заполненности ячеек, зон, складов и так далее. Причем заполненность может быть как в палетах, так и в метрах кубических, килограммах и так далее. Анализ оборачиваемости – это те самые АБЦ, о которых я говорил. Также возможен контроль приема, контроль отгрузки. Своего рода отчеты, которые позволяют проверить, какие были ошибки, какие, соответственно, каких не было. Все сотрудники на складе работают с терминалами сбора данных. Безусловно, так как мы имеем терминал сбора данных, мы имеем даты начала операции, даты время окончания операции. Можем вести графики работ сотрудников, исходя из этих графиков, планировать загрузку склада, загрузку сотрудников. Возможен учет работы и учет простоев. Допустим, мы хотим, чтобы наши сотрудники не больше пяти минут, допустим, курили. Исходя из этого, любое невыполнение каких-то операций больше пяти минут, влечет за собой фиксацию простоя. Это очень удобно с точки зрения построения системы мотивации. Ну и так как мы знаем, какой сотрудник, какой товар принимал, перемещал, отбирал, размещал, отгружал, то, безусловно, мы можем посчитать выработку сотрудников не только по количеству операций, количеству строк, но и по количеству килограмм, кубических метров, штук, палет и так далее. Исходя из этого, очень просто построить анализ эффективности сотрудников и, исходя из этого, построить систему мотивации персонала на складе. Как показывает наша практика, система мотивации повышает производительность работников на складе минимум на 30%. Были случаи, когда повышалось на 100%, но в среднем где-то 30% прирост производительности. Для управляющих складом, директоров по логистике и какого-то вышестоящего руководства нами разработан монитор-диспетчера склада, где в достаточно понятной и красивой форме выводятся отчеты по состоянию заказов, по загрузке персонала, по каким-то на данный момент имеющимся проблемам, по заполненности склада, по выполнению как раз таки приемок и отгрузок. Причем это все можно построить в любом практически виде. Если хотите, будут обычные таблицы, если хотите, будут гистограммы, диаграммы и так далее. Очень часто наши заказчики вешают либо у операторов, либо у начальника склада монитор, на который выводят подобную информацию. Невозможно не сказать о том, что в системе уже реализован модуль управления двором, он идет в составе программного продукта, доступен практически любому. То есть у нас есть информация о транспортных средствах, о времени подготовки заказов, о, соответственно, времени прибытия этих транспортных средств. Исходя из этого, мы можем размещать автомобили, пришедшие к нам, по местам стоянки, либо уже непосредственно по воротам приемки отгрузки. Плюс бонусом идет возможность оформления пропусков на въезд-выезд, разрешенный выезд, запрещенный выезд. Ну и безусловно, система не работает сама по себе, система работает в связке с корпоративной системой, причем это может быть как корпоративная система оператора, так и корпоративные системы поклажидателей. Причем, для каждого узла обмена прописывается, какой информации мы с данным узлом, с данной системой будем делиться. допустим, для вашей корпоративной системы будет актуальна вся информация по складу, то есть приемки, отгрузки, инвентаризации, текущие остатки и так далее, и так далее, и так далее. Для поклажидателей скорее всего факт приемки, факт отгрузки и соответственно остатки по товару. Более чем достаточно. Собственно, раз уж мы заговорили про биллинг, про услуги ответственного хранения, то, собственно, давайте к нему перейдем. Для каждого поклажидателя устанавливаются тарифы. Тарифы устанавливаются в соответствии с договором, который заключен с поклажидателем. То есть, на самом деле, все услуги, которые мы можем оказывать, как то хранение, приемка, политизация, отбор, отгрузка и так далее, и так далее, и так далее, все они могут быть отслежены с помощью терминала сбора данных и все они могут что-то стоить. Причем, если раньше мы делали достаточно простые тарифы, допустим, отбор 5 рублей, то сейчас есть возможность, так как уже и требования поклажидателей изменились и возможности операторов поменялись, то система позволяет вести некие тарифные сетки, допустим, и если вы принимаете от одной палеты до 10 палет, то вы эту приемку делаете механизированно и берете за нее 4, там, 80 доллара, да, или рубля. а если вы соответственно принимаете от 11 до, допустим, там, 23 палет, то, соответственно, тарификация будет иная, да, это может быть дороже, это может быть дешевле, все зависит от условий контракта. Для каждой, для каждого тарифа, для каждой услуги, которые мы оказываем, мы можем aparаметрами считать огромное количество значений, да, то есть, это может быть количество, как я уже приводил пример, количество контейнеров или палет, это может быть масса, это может быть объем, это может быть, если мы говорим про упаковку, то масса упаковки, объем упаковки и так далее. Если мы говорим про хранение, то мы можем по количеству ячеек выдавать некие услуги. Тут немножко повторюсь. Как уже говорил, для каждого клиента могут быть настроены те бизнес-процессы, которые актуальны непосредственно для него. Для кого-то это приемка по палетным местам, для кого-то это приемка по номенклатуре и формирование палет. Для кого-то может быть какой-то кросс-докинг. С точки зрения отчетов, все услуги, которые оказаны за период, они регистрируются. Вид отчета, он, как уже говорил, с помощью системы компоновки данных, может быть практически любой. Причем отчет о оказанных услугах он может либо служить основанием для выставления счета из корпоративной системы, может быть отправлен нашему с вами поклаждателю автоматически на e-mail, либо по какому-то запросу, либо показан через веб-интерфейс. Собственно, есть еще отчет о движении товарно-материальных ценностей. И, соответственно, то же самое. То есть, мы выбираем те поля, которые нам актуальны, и можем нашему поклаждателю предоставлять доступ к этому отчету. То есть, если он хочет посмотреть, что у него приходило, что уходило за квартал, допустим, то он без проблем это может сделать. Собственно, раз уже сказал, что есть возможность через веб-подключение. Да, действительно, через веб-интерфейс поклаждатель может круглосуточно, 7 дней в неделю, получать информацию, которая ему нужна, по складам, по, соответственно, тем товарам, которые у них есть на складах, и по их движениям. Ну, собственно, поглаждатель получает не доступ к вашей системе, а только к той информации, к которой вы разрешите ему этот доступ получать. Ну, и раз уж мы заговорили о биллинге, то невозможно еще и упомянуть ту самую систему мотивации, тот внутренний биллинг, который может быть использован не для поглаждателей, а для вас, как для клиента вашего склада. То есть вы можете, во-первых, сотрудников своих как-то мотивировать, либо, соответственно, увеличивать обороты, либо уменьшать численность склада. Ну, по функционалу у нас все. Теперь давайте более детально остановимся на примерах проектов автоматизации складов оказывающих услуги ответственного хранения. Первый проект, о котором хотелось бы рассказать, это автоматизация склада компании «Сиконзинентал». Коротко о компании. «Сиконзинентал» — это российский трепель-оператор 2007 года. Является дочерней компанией европейской логистической корпорации «Сиконплоджистикс». Основное направление деятельности — это складское хранение и широкий спектр услуг. Склад находится в 40 километрах от МКАД в августическом парке «Кулон» и «Стран». Площадью 30 тысяч квадратных метров склад класса А. 15% площади занимает продукция компании «Никонет» — фотоаппараты, комплектующие аксессуары, порядка 2000 инвентартурных позиций, половина из которых активные. Фронтальные стеллажи и мезонин. Что касается операций, в день выполняется около 300 операций и до 500 срок документов. Какие задачи стояли перед нами, когда мы начинали проект? Это увеличение скорости и качества выполнения складских операций за счет введения технологических кодирования использования соответствующего оборудования, автоматизации всех процессов, выполнение локализации товара, печать гарантийных талонов на товар непосредственно на складе, учет качества товара и автоматическая отправка отчетов о выполнении операций по положедателям и о складских остатках по электронной почте. Что нами было сделано? Была проведена настройка модификации используемой системы, автоматизировано управление процедурой локализации товара, упрощенную совершенством механизма отчетности, потому что все данные в системе есть и очень просто выгружать их по ожидателям. Реализована интеграция с корпоративно-информационной системой. Это файловый обмен данными. Со стороны корпоративной системы у клиента присутствовал САП. Произведен сквозной учет, точнее, реализован сквозной учет товара, качество которого отлично, от качества кондиции. Собственно, решение от целесообразности присутствия товара на складе и какой товар нужно отгрузить, в каком количестве принимают сами клиенты, а система дальше уже автоматически выполняет, раздает задания на сборку, отгрузку и так далее. И система, естественно, отлеживает строки хранения и предоставляет всю эту информацию клиенту. Результаты выглядят следующим образом. То есть, что мы хотели, то мы и получили. Увеличено скорость и качество выполнения складских операций. Автоматизировано 20 рабочих мест. 20 рабочих мест, как стационарных, так и мобильных. Все операции выполняются при помощи терминала сбора данных Моторола. К типовым операциям ВМС, которые не было этой операции, добавлено локализация. Что касается тарификации, она идет по кубам и количеству. Гарантийные талоны печатаются из системы на фотоаппараты, отгружаемые. Среди номера товаров, качества, отслеживаются на всех операциях. И, как я уже и говорила, отчеты о выполнении операции автоматически отправляются клиентам на электронную почту. Следующий клиент – это компания «Легатов». Компания «Легатов» – крупнейший поставщик продуктов общественного питания для более чем 2000 предприятий сегмента «Хорика». Опыт в розничной торговле с 1995 года. Имеет филиалы в крупнейших городах России и Казахстане. Сотрудничает с ресторанами и крупными торговыми сетями. На старом складе в Московской области Ричтрах не мог проехать в ворота, поэтому товар выводили в буферную зону, а потом в зону отгрузки. Он состоял из нескольких помещений старой советской постройки и был на 16 тысяч палет и мест. Поэтому был выполнен переезд на новый склад, современный, класса, площадью 35 тысяч квадратных метров. В данный момент на складе несколько зон хранения, большая зона экспедиции, 12 ворот. Что касается документов, на приемку, на отгрузку – это порядка 80 документов. Что касается строк – это где-то около 3,5 тысяч. Что касается документов отгрузки – это порядка 600 документов в день. Был автоматизированный склад также в городе Санкт-Петербурге. Он поменьше будет в 30 раз, но все же. И склад в Краснодарском крае. Что касается особенностей проекта. Должен был осуществиться срочный запуск системы, так как старая система, которую использовалась ранее, у клиента вышла из строя. А так как уже стоял процесс переезда на новый склад, без системы на складе такой площади жить нельзя. Это очень сильно будет влиять на скорость обработки товара. Мы должны были четко соблюдать и фиксировать температурный режим при приемке и хранении товаров. И оказывать, естественно, услуги ответа хранения и считать тарифы для буквы ожидателей. Какие задачи? Задачи, цели стояли. Это обеспечение круглосуточной работы, так как склад работает 24 на 7. Должна была быть возможность при формировании заказа дома. Это обмен отгрузки. Обмен у нас идет в режиме онлайн с корпоративной информационной системой. Она также на платформе 1С реализована. 1С управление производством предприятий. Мы должны были строго соблюдать сроки годности товара, так как есть разные клиенты, разные остаточные срок годности для них. Необходим, причем срок годности и качество товара отслеживается как на приемке, естественно, так и на отгрузке. Мы должны были учитывать услуги ответственного хранения в разрезе каждого поклажетателя. Ну, собственно, что касается немного зонирования склада, склад разделен на зоны. Зона дефрост используется перед вносом товара на склад, глубокой заморозки и обратно. В ней стоят осушающие приборы, которые убирают влажность. Товар перемещается по зонам постепенно в соответствии с заданным временем нахождением в определенном помещении при определенном температурном режиме. Во всех зонах стоит таймер, который сообщает о необходимости следующего перемещения товара. Сесть необходимостью прохождения товара определенных зон склада и пребыванием в них он отбирается за три дня. Вносить терминалы в теплое помещение запрещается. В камеру глубокой заморозки и зону дефрост терминалы заносятся в небольшой промежуток времени. Основное место их пребывания это основная зона при минус 18 градусах Цельсия. В камере глубокой заморозки хранятся такие товары, как мороженое и масло. Это если коротко о том, как происходит перемещение товара и хранится товар в холодильнике. Что касается работ по проекту. Был, так как учет товара должен был быть весовой, то был внедрен модуль учета товара с нефиксированным весом, волновой отбор по контрагентам, по группам контрагентов. Формат обмена реализован с корпоративной информационной системой с поклажидателями. Как я уже говорила, отслеживается температура на разных стадиях обработки товара. Терминалы сбора данных используются только на основном складе в деревне Кузяево 35000, а склады в Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае автоматизированы по бумажной технологии. Что касается результатов. Ну, так как система ВМС в любом случае дает сокращение времени на обработку операции, в данном случае на 15-20% мы это время обработки заказа сократили. Мы имеем четкие остатки между корпоративной системой и системой управления складом, учет по срокам годности, учет по весу, повысили точность плоскового учета, увеличили товарооборот в два раза. По автоматизированным рабочим местам это 5 стационарных и 35 мобильных рабочих мест. Третий клиент, о котором сегодня хотели бы рассказать, это компания Art Logistics. Также холодильный склад. У нас очень много складов, холодильных, именно оказывающих услуги ответа хранения. Ну, коротко, компания Art Logistics входит в холдинг «Стройпрогресс». Является собственником одного из крупнейших складских комплексов, класса, в городе Домодедово. Различные температурные режимы это как охлажденка, так и глубокая заморозка. И основной вид деятельности в компании Art Logistics это предоставление услуг ну, и работать как ТПЛ-оператор. Складской комплекс. Складской комплекс общая территория комплекса к порядку 4 гектаров. Емкость хранения это почти 35 тысяч палет и мест. Склад класса, семерусы, посудного хранения. Оказывается, весь спектр услуг по ответственному хранению, грузообработке, транспортному сопровождению, замороженной и охлажденной продукции. Мощности комплекса достаточно высокие и одновременно порядка 30 машин может обслуживаться и обрабатываться более 6 тонн груза в сутки. Какие задачи стояли перед нами? На самом деле, нам пришлось очень сильно хорошо поработать, потому что нам нужно было за полтора месяца запустить пилотного поклажедателя. Причем запустить все операции для обработки товара этого поклажедателя в системе. Дальше уже было постепенное тиражирование для других поклажедателей. Автоматический билинг услуг должен был быть. Также, как обычно, ставятся задачи повышения точности учета и обработки складских процессов. И система должна быть отказоустойчивой, бесперебойная, круглосуточная работа склада поддерживать и обеспечивать. Мы установили систему в кратчайшие сроки, типовой функционал с настройками для конкретного поклажедателя. Дальше уже после пилотного поклажедателя запустили систему для других клиентов. Был реализован контроль за температурными режимами товара, как и рассказывала, был реализован в компании Alligator. И также фиксируется температура товара на всех стадиях его перемещения. Это связано с конкретной спецификой складов-холодильников. Автомизированы все складские процессы от приемки до отброски. Биллинг считается автоматически, так как система работает в режиме онлайн, все операции можно отследить, также в режиме реального времени. Управление двором реализован модуль, подключены мобильные терминалы 91-90 морозоустойчивые до минус 25 они работают в чехлах и принтеры печати этикеток. Соответственно проведено обучение сотрудников и дальше заказчик самостоятельно поддерживает систему, развивает и реализует какие-то настройки для конкретного поклажетателя. По проектам у нас все. Ждем ваших вопросов. Можно написать их в соответствующее окошко в программке вебинара. У нас есть уже несколько вопросов. это очень радует. Так, начнем отвечать. Первый вопрос. Построение бизнес-процесса приемки товаров возможно пользователям или использованием конфигуратора. Собственно то, что мы с вами видели вот эти бизнес-процессы, схемы бизнес-процесса, она настраивается в пользовательском режиме, причем в пользовательском режиме настраиваются и те действия, которые кладовщик будет производить. То есть, что он сканирует, что он вводит руками и так далее. Соответственно, если кратко отвечать, то это в пользовательском режиме все настраивается. вопрос по если поступившая партия мала, а таких много и обороты очень большие, то кто и как учитывает сроки годности? Сами поставщики или соответственно оператор? Ответ такой. В системе при приемке фиксируется какой товар какого срока годности. Исходя из этого система автоматически исходя из тех алгоритмов, которые заложены планирует худший срок годности. Но есть возможность установки как жесткого FIFO, так и не жесткого FIFO, когда у клиентов есть требования по минимальному остаточному сроку годности. В таком случае система планирует худший из возможных сроков годности. Следующий вопрос. Поддерживается ли терминал символ MC3090J? Да, поддерживается. Хорошо с ними работаем. Собственно, терминал Motorola на текущий момент Motorola купила уже достаточно давно компанию символ и мы работаем с ними очень подошвом. Просто нужно будет посмотреть на конкретную модель, какая у нее операционная система, память и так далее, а так проблемы с использованием 30-90 нет. Следующий вопрос. Сколько в среднее время внедрения модуля? Здесь все зависит от сложности. Есть проекты, которые делаются очень быстро, в течение месяца запускается функционал типовой. Есть проекты. Чем сложнее бизнес-процесс, тем дольше время все занимает. Соответственно, максимально пять месяцев. Среднее время выполнения проекта это где-то четыре месяца, в зависимости от сложности бизнес-процессов или от их легкости, или от срочности, как уже рассказывали при реализации нами проектов. Например, склад компании Вики Марта мы запускали за три недели на типовом функционале, ночевали, гневали, но запустили в принципе. Если нет каких-то жестких сроков, то лучше подойти основательно к внедрению и как раз таки все сроки стандартные лучше в них укладываться и не спешить. Так это три-четыре месяца. Следующий вопрос. Можете ли вы рассказать про обработку транзитных грузов? В принципе можем. Собственно, есть разработан рабочее место транзита грузов, в котором у нас есть данные о приходе грузов и соответственно отгрузке, о необходимости отгрузки. По факту приемки вот этих грузовых мест мы можем их размещать в места хранения, можем сразу соответственно загружать машину, можем перемещать в какую-то выделенную зону для хранения вот этих грузовых мест. соответственно может производиться маркировка, может не производиться маркировка этих грузов. Приходит энное количество контейнеров и уходит то же самое энное количество контейнеров. Можно более подробно об этом поговорить на примере одного из наших клиентов, но наверное это не всем актуально. Данные о сроке годности выгружаются из ERP могут выгружаться мы можем на складе только подтверждать что мы принимаем данный товар а можем соответственно оперировать непосредственно теми данными которые есть у нас по факту когда колдовщик вводит данные о сроке годности. С точки зрения заказов на отгрузку то же самое есть возможность что к нам будут приходить запросы на конкретные партии товаров и есть возможность что у нас будет просто номенклатура и сроки годности мы будем подбирать сами. Следующий вопрос поделитесь примером из вашего опыта при приемке товара обувь нужно вносить параметр размер и учитывать его для каждой единицы товара размер не относится к артикулу как вы рекомендуете его учитывать здесь из опыта что было сделано какие есть варианты первый вариант это через дополнительные сведения реквизита вести учет для каждой номенклатурной позиции еще и по размерам соответственно это потребует от кладовщика дополнительного ввода информации при приемке соответственно он должен указывать какого размера этот это это единиц есть варианты когда каждая каждый артикул выгружаясь в систему создавал допустим пять номенклатурных позиций но эти номенклатурные позиции соответствовали уже размеру соответственно такие номенклатурные позиции мы можем маркировать дополнительно и тогда вообще никаких вопросов по этому поводу не возникает так вопрос следующий такой интересный на перспективу не рассматривает ли компания аксилот автоматизацию роботизированных складов с малой площади смотрите у нас в принципе для этого уже много что есть мы работаем с радиоуправляемыми тележками с автоматическими штабилерами которые ездят практически без участия водителя да там только он на гашетку дает работаем также с конвейерами автоматическими интегрироваться с системой с роботом непосредственно для нас это некая интеграция но не сложная следующий вопрос количество выполненных проектов по четвертой версии значит система несмотря на то что она вышла в конце 2012 года до этого мы проводили пилотные проекты можно сказать что запущенных складов работающих на четвертой редакции уже порядка 10 и порядка 15 проектов в работе следующий вопрос про интеграцию так возможно ли интеграция с корпоративной системой поглаждательными если да то с какими на нашем опыте мы интегрировались ну само собой с 1С был опыт интеграции в двух проектах с системами сап интегрировались с аксаптой с навиженом с различными галактиками парусами и с множеством самописных систем можете сказать существенное отличие между третьей и четвертой версии логистики четверка она больше более требовательна то есть четвертая логистика требует чтобы склад был готов к автоматизации по большому счету наверное это единственное требование то есть все процессы должны быть регламентированы человеческое влияние на процессы не должно быть то есть как мы отладили их так они и будут отличие уже непосредственно в конфигурации да там в четвертой есть такое понятие как события события могут следовать одно из другого да то есть допустим обнаружили брак автоматически может сформироваться задание на инвентаризацию этого товара или этой ячейки автоматически после этого после подтверждения того что это брак может сформироваться задание на перемещение веб для поклаждателей которого вы показывали требует лицензию отдельно требуется если мы организуем то требуется лицензия на подключение да то есть это стандартные платформенные лицензии 1С коллеги у нас больше нет вопросов точнее у вас больше нет вопросов как мы видим если они все-таки еще остались или появятся после завершения вебинара вы всегда можете позвонить нам по телефону 8495 961 2609 или прислать запрос на e-mail om собачка axelot .ru и еще раз напоминаем что материалы данного вебинара вы сможете найти на нашей страничке в youtube или на сайтах axelot.ru axelotlogistics.ru спасибо вам большое за внимание мы с вами прощаемся до свидания спасибо до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...